Короче, посолила, это ваш Наруда, и сегодня вы узнаете краткую историю успеха гипнотизёра. Короче, в 451 серии мы ненадолго возвращаемся в Реал, в котором Душнила пытался справиться с заклятием гремучей Ивы, а внутри жумопельского бункера были споры, кто именно должен командовать их отрядом трезвенника. Снаружи, тем временем, стесняха, короче, кайфовала вместе с Нарочем на лавочке. Собачий патруль стал собачьим депутатом, Мухич ебанулся совсем и закрутил роман с Клопчихой. Рустанюх вырубил халявные промки в Деливери Клабе. Того-то к самому мощному массонаборному завтраку. Патлаты просто был рад живому курильщику. В фантазиях блонды, жумопель и Чопик устраивали роднёй джентльменские забивы, как Лермонтов с Дантесом. Зелёный начищал моськи на Рычу-охраннику. Чопика, наконец-то, стали считать за человека. Клоуна пригласили сниматься в какое-то аниме про трансформеров. Тамара была бабой-доминатором, шальная императрица вышла замуж за местного Прохора Шаляпина. А у фрешмена было нормально от детства, без вот этих ваших девяностых. И тут, не с того ни с сего, пользуясь случаем, жумопель решил вспомнить, что там ему братенник показал, прежде чем откинуться. А показал он ему историю всей жизни. В общем, малой гипнотизёр с самого детства всегда был надвижен. Потому что батя брал своего пацана на все разборки братвы, на все поминки, блядь. И от такой жизни малой гипнотизёр чуть было не наебнулся с гор. Блин, я падаю, блядь. Но в конце чё-то передумал, неожиданно внизу он понял для себя, что стал птичьим заклинателем. Прям как курятник почти. Как раз в это время его мамаша залетела аниме-красавчиком. Гипнотизёр такой смотрит на это на всё и говорит. Слушай, мать, может аборт, а? А то я уже отсюда чувствую, как эта сука хочет меня ёбнуть. Но аниме-красавчик всё равно родился. И судя по всему, он перед тем, как выупится на свет белый, сначала заскочил в барби-шоп. Ну, короче, именно тогда его решили назвать Джумапелем. В честь бати деда Хакаги, шо нихуя себе, кстати. В общем, с семьёй у гипнотизёра всё было чики-бомбони, но в началке его жёстко отравили. Потому что тот выглядит, как нефорило настоящее. И вот, короче, как-то раз малого гипнотизёра оставили нянчить Джумапеля. Братишка, запомни, чего нет, заработаем. А что не заработаем, туз пиздим. А как раз в этот день на город нападает охуевшая тыква вместе с псом. И пока гипнотизёр тащил младшего в мага убежище, между делом по дороге спас местную кралю районную. После теракта Нарыча пытались лить, дропнув его где-то на кладбище. А гипнотизёр опять с этой девчулей пересёкся, которая хотела потискать туго серию. Но тот с рождения уже не переваривал дамский пол. Не трожь меня, женщина! Старые тем временем отстраивали коноху заново. И весь их сей совет общим голосованием решил. Шо вот вы, цыгане, бля, отлетайте в самые ебеня, вот сюда вот. В самые выселки, как можно дальше от центра, сука. Шо, конечно же, лидеру учих не зашло нихера. Время что гипнотизёр поступил в Гриффиндор. Которому сразу на старте показывал, шо может вот эта ваша ЕГЭ прям щас закрытыми глазами сдать на сотку. И поэтому стал одержим своей карьерой головореза настолько, шо забивал хуй даже на жумапере. Ну, конечно, может наверняка пизда-то воспитает пустая закрытая комната, а не без всего. Ни разу не маньяк вырастет, да? И вот однажды некоторые типы собирались устроить этому учихскому воебонщику тёмную. Правда, сами чуть не окунулись башкой в унитаз, так что гипнотизёру пришлось спасать Дноклав. Чем и заслужил в итоге респект улиц. Как раз в это время он заодно скорее финился шизоидом, который обучал малого настоящей уличной магии. Как, например, сигу ветками держать, чтобы родаки не спалили. И как потихо шульмовать в картишке. Опа! Короче, малый паз разъел, стал козырным ниндзягой. И в принципе всегда был не прочь сходить на рандеву с незнакомкой. И вот как-то раз малой со своей командой получил задание у той сильной независимой тётки, ебать кого вспомнили, кстати. Которая дала малым ТЗ отыскать проебавшегося кота. В общем, таскались они пол серии по этому шерстяному посёлку, общались со всякими каджитами. И в итоге команда гипнотизёра отыскала этого бомжа на какой-то свалке. Весь нанюханный, мятый, блядь, с бутылкой с кумой валяется, ты глянь. Вот, и после того, как все из команды гипнотизёра обосрались, этот куклачёв на максималках с помощью ножа поймал катана. Работать вообще никто не хочет, один я как дурак, блядь, и на всё это суечусь. И всё вроде гипнотизёра могло идти как у людей. Пока однажды на одной из разборок к ним не пришёл сам тыква и не завалил этого его кента. Отчего у малого прорезались его первые шаринганы. А так как у них в семье это считается как повышение ММР, то малой решил обмыть это дело сучих ашизоидом. В общем, выехали пацаны на природу, хавали шашлыбчики. И тут пацаны услыхали, как кому-то рядом пизды вваливают по беспределу. И это оказалась очередная разборка банд. Пацаны из ЧВК Деда Афганца напали толпой втроём, как черти на одного бедного хакагского ОМОНовца. И тогда малые расчехлили свои линзы и впряглись за бедолагу. И пока шизоид держал на себе двух мужиков, и футизёру досталась тётка, которая была на редкость кособокая и не могла никак к пацана попасть. В итоге тётка эта самая уводила в собственную ловушку. В то время как шизоид размножился, и этих мужиков тоже отпиздил. Так что пришлось им всем сваливать, пока есть на чём. Дальше к пацанам пришли старшие, узнали в принципе в чём дело. И говорят, типа, вы короче ничего не видели, вот вам на мороженое, давайте отсюда, потерялись пацаны. На чём едем? На тракторы МТЗ-50. Далее гипнотизёр вырос и сам вступил в хакахский президентский пол. И пришлось ему по долгу службы следить за личной жизнью всех учих через вебки ноутбука. И тут однажды папаша его пригласил на серьёзный диалект, в ходе которого показал ту самую зашакаленную наскальную надпись, оставленную древними учихами. Я нихуя не понял. Лучше бы я это не читал. Хотел развиваться, в итоге чуть не деградировал, блядь, от наличия новых слов. И тогда гипнотизёр понял, что папка его начал страдать старческой деменцией раньше срока. И пошёл, значит, всех валить совместно с тыквой по приказу деда Поп-Ита, пока эта рабочая партия не подняла бунт, блядь. И вообще мужики никого не пощадили, даже краль упустили в нарезку. После выполненной работы гипнотизёр ривнул с конохи и поступил в халат на ОПГ. Потом встретил своего старого знакомого. Опа, а это что за пассажир приехал сюда к нам? Снюхался там самыми протокольными мордами всей Японии, а его первым напарником стал размалёванный мужик по имени Джузеппе. ОПГ была, блядь, похлеще, чем в армии. Короче, весь жизнью обиженный Джузеппе с мечом за бузы раздавал команды нашему гипнотизёрику. Как именно им дела проворачивать и кто какой процент с этого забирает. Слушай, чтобы нам по мелочам не цапаться, пойми меня правильно, ты будешь подчиняться мне. Не курить мою траву, не пей моё бухало. Если приведёшь глигей, то я тряхну их первым. После этого разговора наши халатники напали на бедолах дальнобойщиков. В общем, их быстро всех убрали, естественно. А Джузеппе просто как ебанутый там накинулся на этот груз с кисаком своим, расхерачивая пополам. Ну гипнотизёр на это смотрит и спрашивает, типа, старый ли, ты чё исполняешь? А тот ему отвечает, да бля, я просто не очень люблю томатный сок. Короче, занимались халатные бандосы любым доступным фрилансом. От копирайтинга и продажи мерча на Алике до подрывов мостов. И вот как-то на очередном созвоне в зуме их ОПГ решила, что пора им джунгаре ловить и тащить в общак. Но перед этим гипнотизёр пошёл на другое дело. Короче, чувакам надо было какого-то ферзя завалить на родине Джузеппе. И в целом они сделали это быстро, но на обратном пути нарвались на малого императора их деревни. Это ж какой-то смотрящий за водохранилищем, бля. Ну в общем, бандиты там сначала пытались отбиться, пока император окончательно не спокемонился и не засунул медь Джузеппе ему же в задницу. И тогда гипнотизёр впервые в жизни попробовал свой перегар от незамерзайки. И охуел с того, что эта тема даже покемонов складывает. Но несмотря на это Джузеппу реанимировать не удалось. После этого случая, значит, языкастый пересёкся с гипнотизёром. И даже как дела не спросил, сразу потянул свои ручонки, похотливые, к телу учивскому. Но был попущен-то так, что за старого пришлось второгоднику вписываться. Ну и чтобы больше не пересекаться с гипнотизёром и не краснеть в очереди у колера, да, и на собраниях, Валандемарик написал заявление по собственному желанию. Но это было как-то похуй, потому что у них там личка просто разрывалась от новых резюме. И именно так, пройдя собес в халадное ОПГ, вступил Карасик. А за ним следом буквально пришёл Тощий, который даже халат застегнуть не успел, а его уже отправили на неоплачиваемую стажировку. Короче, надо было вернуть униформу халатную, которую языкастый после увольнения закрысил. И загасился там где-то у бабки, блять, у родственников в японских пустынях. Но коротышка все справочки навёл и выпалил старого. И он такой заряжает, типа, ты давай, молодой, пиздуй на свой квадрокоптер. И снимай всё с воздуха, потом на ТикТоке под фонг нарежем. И после этих слов расчехлил свой главный козырь. Это пизда. Он открыл какую-то хуйню. Текстовый документ, на нём символы какие-то. Он просто туда смотрит такое, что-то тик-тик, нажал, тирик-тирик. Но Валандемарик ответил той же хуйней. Иначе и мужики, короче, мерятся, кто круче орига или реплика. Но в итоге, как бы там коротышка вместе с Тощим не дербанили этого казинакова, тот всё равно заново собирался по ошмёткам. И в самый ответственный момент, когда мужики уже замахнулись друг на друга с ситуацией с обложкой учебника геометрии за 7-8-9 класса, Шкаф Валандемарика подвился, а пришлось тогда голожопому языкастому оттуда срочно давать по тапкам. Короче, форму они так и не вернули, поэтому коротышки Тощиму это дело вычли из эпы. А гипнотизёра, Хаслера и Бумажницу отправили разбираться с каким-то маньяком в соседнем селе. Значит, прибыли они на место. Отнулись там на колхозного панка и поняли, что вот это вот тот самый поехавший на геншине маньяк. Блять, кто вообще такой? Хоть бабки зарабатываешь или ты просто пиздишь? Хаслер, в общем-то, пытался разобраться с ним по-быстрому, но из-за того, что его раздави хоть танком, он всё равно будет панком, выжил. Провёл, значит, свою тонировку и начал валить Хаслера в ответ. Но того тоже так легко не завалишь. И случился у них, короче, мэч на этой теме, понял? Просто искра, буря, безумие с первого забива. И чтобы не разлучать эту сладкую парочку твиксов, приняли косаря в моб. А в конце 457 серии гипнотизёр узнал, что их вот этот самый Валандемарик навёл шороху в Канохе и отправил третьего Хакагича на пенсию раньше срока. В нынолютом хайпе от этой новости гипнотизёр пошёл чекать Каноху собственными шаринганами. А дальше она сразу будет кидать по разным чекпоинтам с аниме Наруто. Сначала перекинули в ту гостишку, в которую малой шум опять огребал от гипнотизёра и слушал от него всякие оскорбления. Выкинешь на помойку! Потом был романтический ужин с Нарычем. Потом показали зарубу двух учихов. И после того, как гипнотизёр позорно слил клатч, он спустя 100 серий передал все эти филеры Жумапелью. Охуеть, спасибо, папаша! И пока аниме-красавчик в башке своей шумной вот это всё прокручивал, вечное сияние чистого кайфа завершилось. Лампочка там перегорела у них, и банда Жумапеля вылезла из бункера, чистая и невредимая. Ну Нарыч начал заряжать, типа, давай, старый, расколдовывай всех, а то пиздов отхватишь опять. Если меня ёбнуть кто-то хочет, да пускай меня уебут, значит это неизбежно, блять. Просто за сто. И стал, в общем, Танос этот затирать, что он просто хотел, чтобы человеки по всему миру перестали шлёпать друг друга по беспределу. И как видите, сейчас никто никого не валит, все тупо в обёртках своих откисают себе и покайфуем так. Короче, по этой логике Мадарик оказался добрым, а Нарыч, сука, который хочет обломать всем балдежи, это самый настоящий злодей аниме Наруто. И тут внезапно Афроку колд в крысу просто уебал Мадару в спину. Просто в соло. И оказалось, что он на самом деле это чисто валет той наёберши из ТикТока. Ну, короче, он одним каким-то спеллом просто удалил файл Мадары и начал впитывать магические силы от всех, кто сейчас болтается на ветках. Ну и пока он Ману с них пылесосил, он схватил Нарыч и Жумапеля, чтобы те не мешались, и начал пояснять им по хардкору. Ну, короче, когда-то давно гадалка из ТикТока уже юзала Вечный Кайф на людях. И там точно так же народ ведь завернуло. И со временем они в этих листьях законсервировались, там перебродили и превратились в белых кукол, да? Ну, вот так вот, собственно, они и появились, если кому интересно. В общем, Адарика жёстко наебали и кинули. Он-то думал, что Вечный Кайф придумали древние учихи, которые нацарапали эту тему на той наскальной плите. А оказалось, что это был самый первый в мире доисторический скам, автором которого был как раз-таки кукол. Ты въебался, твоя проблема. Короче, после того, как Мадарик вместе с Афракуколдом впитал в себя кагории, переварил их по фасту, и они все вместе замиксовались в одну большую селер-мэню.